здравствуйте друзья здесь демитков юрий сейчас я покажу тот бизнес которым я занимался в течение практически 30 лет сейчас устал и сейчас я покажу бизнес ну свой буквально на я все отдаю на аутсорсинг и вот мои коллеги мои ученики можно сказать занимаются этим посмотрите что принесет вот им точно совершенно достаточно большие деньги вы сейчас увидите ну во что люди вложили деньги огромные там по сумме примерно там ну больше чем 2 квартиры точно только в один аппарат их там хреново туча вот но они покупали это все постепенно и в течение тоже ну там они работают но тоже больше уже 30 лет наверное потому что ну они от меня отделились и решили начать свой бизнес вот так мои ученики я их учил шелкография видишь какой станок крутой видишь это краска золото здесь шелковый вернее не шелковый из ткани трафарет его пленочкой засвечивают в ультрафиолетом свете и вымывают лишнее и получается дырки на этом месте здорово и получается изображение вот сейчас вот уже смывает зоя это я ее учил шелкографии работать так что недавно вспоминала я говорю у меня учитель хороший был ну да на это самое я говорил у тебя все получится у тебя все получится на кирпичах становись дотянешься в две руки четыре руки накатаете ну вот а сейчас уже делают вон какие штуки во на таких железя как печатают только так это эти наши да а метра а вот это вот это сушилка такая многоярусная да у тебя было нет у меня не было и этого не было у меня все было все проще что говоришь зои короче пока полежали ламинат вытянул вот так по вернее покоробил этот вырубить ее можно будет не вырубить вырубить конечно и короче это самое один один угол все никак не способится вот так вот эти вот отложены правый левый правый угол верхний некоторые есть потеки а потеки вот в этом вот это а те нормально болен ну ладно она же не вырубает мы когда будем выколупать будем видеть его да то есть вот правое ну я не знаю будем считать нормально вот это пресс для горячего тиснения это тоже самое только бейсболки делать это утюг какая школа предпоследний курс автоматизация очень не хочется что пушечным мясом был а так все остальное пофигу а это вот у меня вот примерно такой станочек был вот у нас то только он был такой папа больше и по квадратней ну просто вот сюда вот да 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 только вручную там сказать его вручную все опускается а там уже все автоматически вот что у нас тут еще есть вот у нас да у нас а это чего не работает винон работает что-то она как-то выглядит это вот для печати на ручках используется на ручках на всяких на брелоках там вот такие штучки здесь отсюда такая подушечка заряжается сейчас я покажу смотри нет вот потрогая я мягенькая и она вот это самое здесь клише с вмятинами так просто ну глубокая печать и она чмокает на эту глубокую печать впитывать с нее краски и потом переносит сюда и на ручку чпокает вот вот ручки вот они вот это вот как бы как раз изделие да зой подаришь ручку с хотели севастополь севастополь ну севастополь значит севастополь а вот это а это горячее тиснение это горячее тиснение недавно сюда вот еще видишь ехали это горячее тиснение вот такой фольгой тиснет всякую фигню паспорт натяжного потолка вот продукция будет мне же интересно я же сказать господи ностальгия ух ты а здесь то здесь ух ух посмотри какая штука камори два четыре пять пятикраска шести ну пять плюс дополнительно правильно а не к тебе ладно раз два три четыре пять и плюс дополнительно обалдеть крутяк крутяк а вот почка это за и сколько же это же вы своими деньгами заплатили да без кредита а зой без кредита купили квартиру продали понятно ну я думаю что у вас все будет нормально с этой машиной а я думаю что на ней вы заработаете еще на две квартиры сейчас будут это самые заказы я уверен мука не нет ну как бы наша промышленность сейчас отечественное попрет потому что запада ничего не идет сейчас наше попрет я уверен что будут самые заказы у меня уже пошли эти вот то что печатаете это же платье швейная фабрика они раз в год заказывают говорит может мы закроемся блин ну ты бы наоборот расширяться сейчас будете вы все техно авиа прет вообще как это самое да все нормально то у меня сейчас растет все я просто не хочу уже заниматься я уже сказать заново не в эту не влезет а это работает еще на продажу да я смотрю крюки монтажные ухты а гильотина а ну да это старая старая да ну да большая родная я на ней сколько помучился когда резал там эти этикетки да а эту я тогда получается и не видел у вас да но как по нове она программируемая по полной да пользуетесь по программе ну еще она как я не знаю как это программой пользуется у нас двигается до сюда сама программа а какой-то еще там чуть по а как она поворот сделать что наделает но она же выдвигала но выдвигает для поворачивания нет не они просто размер помощи не устанавливали какой-то не зои ты путаешь как она повернет ничего не надо ничего не надо она же только двигать вперед-назад а для того чтобы это она подвигает там на 5 сантиметров и назад ставится исходное положение чтобы ты могла повернуть там или вытащить кирюха что смотришь представляешь вот люди взяли и купили камори андрюха вложился тоже кредит далее но на перевозку сколько денег у нас там на разбор на монтаж на монтаж да и че уже работает вот все печатаем крутяк понятно круто круто окраски сейчас а бумага сейчас бумага тскать хватает сейчас бумага все жопа бумагу достаем как можем теперь осталось только на россии научиться эту бумагу делать и все это вот канистра от спирта из-за пропилово я впервые узнал о такой штуке от камори ты заговорил когда помнишь мы продавали монроун ну монроун есть камори там много всяких компаний ты мне как-то говорил то что монроланд это круто камори еще круче и там и производительность выше не знаю насчет круче камори ну хорошую как бы техника по моему это японская камори а монроланд это немецкая ну да вот ладно давай тащи ну что что зоя дала то и тащи как ничего не дала вот тебе все дали шутка на который кабель-канал пласть так давай пошли никого нету 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 никого нету